Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как эти события повлияли на жизнь города-курорта, расскажем в итоговом выпуске новостей за неделю. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На этой неделе в администрации города обсудили актуальные для предпринимателя темы. На заседании Совета по малому и среднему предпринимательству особенное внимание уделили системе классификации гостиниц. В Анапе уже классифицировано 78 объектов размещения по категориям. Гостиница «Агатс» на Пионерском проспекте работает с 2008 года. Сейчас проходит классификацию на три звезды. Чтобы гостиница соответствовала всем нормативам, здесь устанавливают пожарную сигнализацию для обеспечения безопасности гостей и персонала. С 1 июля 2015 года в Краснодарском крае предоставление гостиничных услуг, временного проживания и размещения не допускается без свидетельства классификации. Собственников пансионатов, гостиниц, отелей, не прошедших процедуру классифицирования, ждут штрафы. В помощь предпринимателям сформирована межведомственная рабочая группа под председательством заместителя главы Анапы Людмилы Терещенко. Кому необходима помощь в начале процедуры классификации, могут обращаться в управление по санаторно-курортному комплексу и туризму администрации города и получить консультацию. На этой неделе глава города Сергей Сергеев побывал в сельской школе в Гайкадзоре и отметил две стороны одной медали. В школе сохраняют многолетние традиции и вместе с тем двигаются вперед, создавая для детей условия для всестороннего развития. И еще одно значимое событие прошло в селе Гайкадзор. Фермеры, участники широкой ярмарки ценят мирный труд и с удовольствием делятся его плодами с другими. На дне малых форм хозяйства и не аграрии получили возможность презентовать свою продукцию и получить консультации у специалистов. В минувшую субботу в Доме культуры молодежной прошел первый день здоровья в осенней серии. Дни здоровья пользуются большой популярностью среди населения, поскольку именно здесь все посетители имеют возможность быстро пройти экспресс-обследование и без очередей сделать необходимые анализы и получить заключение специалистов. Цикл профилактических дней здоровья пройдет осенью во всех сельских округах. Санитарное состояние маршруток проверили на этой неделе в связи с жалобами анавчан на внешний вид и состояние салонов городского общественного транспорта. По поручению главы Анапы специалисты отдела по транспорту и связи по каждому обращению жителей курорта выехали на указанные маршруты с проверкой. И еще одна проверка городского транспорта на этой неделе. Специалисты отработали заявки и жалобы анавчан. Комиссия провела проверку в 7 часов утра в Алексеевке по маршрутам номер 17 и 2. Выявлены нарушения в интервале движения и несоответствие с расписанием. Руководителям предприятий, обслуживающих эти маршруты, выписаны предписания. Вот такой мы увидели уходящую неделю. Смотрите сегодня в итоговом выпуске программы. Сильный ливень, ликвидация последствий и работа над ошибками. Тема недели Анапа после пережитой стихии. Взаимодействие участковых и общественников обсудили в администрации города. Герои нашего времени – дети и молодежь, проявившие себя в отважных поступках и награжденные нагрудными знаками горячее сердце. Сейчас обо всем подробнее. Минувшие выходные отметились в Анапе непогодой и сильным ливнем. Даже старожилы не помнят такого мощного ливневого паводка. Основной удар стихии приняли на себя город Субсех и станицы Анапская. За час небольшим выпала четырехмесячная норма осадков. Сегодня следов от стихии почти не осталось. Дороги высохли, улицы в порядке. Проведена большая работа. 18 октября в Анапе был введен режим чрезвычайной ситуации. Решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧАЭС, которое прошло под председательством главы Анапы. Сергей Сергеев поставил ряд задач перед подчиненными. Первоочередная – сделать подворовой обход и выяснить, какая помощь требуется людям. Напомним, в субботу с 7 часов утра в Анапе за 13 часов выпало 116 мм осадков. Четырехмесячная норма. Максимальный уровень воды на низинных участках доходил до 60 см. В откачке воды с городских улиц, потопленных дворовых территорий, была задействована пожарная и аварийно-спасательная техника. Дополнительная помощь пришла из Новороссийска. На наиболее пострадавших от ливневых вод участках было решено ограничить движение транспорта, чтобы облегчить работу пожарным расчетом и аварийно-спасательной техники. Работники коммунальных служб приступили к уборке улиц, как только позволила погода. Задействованы были 123 работника и 26 единиц техники. Вывезено 34 кубометра мусора, расчищено 25 км улиц. Последствия субботней стихии устранили и на центральном пляже. Работы провели специалисты муниципального предприятия «Объединение курортных услуг». К восстановлению разрушенных участков на набережной по просьбе главы курорта Сергея Сергеева подключились и предприниматели. Ремонтные работы прошли на улице Краснодарской между стадионом «Спартак» и центральным рынком. Разрушенное водой дорожное полотно, обновлено, произведен ямочный ремонт. Глава Анапы поблагодарил сотрудников всех служб за участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и подчеркнул, удалось избежать жертв, а это самое главное. Во многом благодаря своевременному оповещению людей о возможной опасности, которое прошло еще в пятницу вечером, а также комплексу подготовительных мероприятий. И в продолжение темы недели. Городские службы оперативно устраняют последствия стихии. В пострадавших от ливня многоэтажках проводят ремонтные работы. Подробности далее. На крыше дома номер 5 по улице Стахановской кипит работа. Специалисты коммунальщика торопятся починить кровлю, затопленную недавним дождем. После налета стихии поступило 109 заявок. Специалисты отложили плановый кровельный ремонт и все силы направили на ликвидацию последствий ливня. После обильных дождей, которые выпали у нас в субботу 18 числа, показалось, что с погодой очень трудно справляться. На сегодняшний день у нас на предприятии работают 4 основных звена, которые по ремонту кровли. Мы выполняем примерно 6-7 заявок в день. Привлекаем дополнительные 4 звена по ремонту кровель, привлекаем дополнительно промышленных альпинистов, потому что сегодня есть заявки по швам. Стихия выявила все слабые места домостроения города и района. План работ скорректирован, объемы большие. На крыло 85 починили ливневый сток, просушили, пропитали битумом, проклеили. Дождь теперь не страшен. Сильно пострадал 119 дом по улице Лермонтова. Его ремонтировали в первую очередь. Протопление было, протопило примерно 18 квартир в Веншахте. Почему протопило? Потому что пошло переполнение ливневки, потому что ливневка не справлялась с таким количеством дождя. Потому что запроектированная ливневка, как бы простой дождь, среднестатистический, будем говорить, она справляется нормально, никаких проблем нет. С квартирами, да, выходим, составляем акты, будем, конечно, помогать. Вместе с тем продолжается план в ремонт подъездов. Косметический лозг завершают в третьем подъезде дома номер 103 по улице Ивана Голубца. Стены прошпаклеваны, пропитаны спецсоставом, покрыты водоэмульсионной краской. Последние штрихи – окраска панелей. Можно вешать почтовые ящики и писать письма друзьям о том, что город оправился после стихийного вмешательства. 24 и 25 октября местами в крае ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, местами до 25 метров в секунду. Обращаясь к жителям и гостям курорта, Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает. Будьте осторожны при передвижении на частном транспорте. Усильте контроль за детьми и пожилыми людьми. Рекомендуется закрыть окна, двери, балконов и лоджий, убрать с незастекленных балконов незакрепленные предметы. Руководителям предприятий и организаций принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций. Продолжаем выпуск. В администрации состоялось расширенное заседание Координационного совета по территориальному общественному самоуправлению при главе города-курорта. На повестке дня взаимодействие органов ТОС с сотрудниками отдела управления Федеральной миграционной службы, участковыми уполномоченными и профилактика наркомании в Анапе. С докладом о правилах регистрации граждан Российской Федерации на территории России по месту жительства и по месту пребывания выступила специалист миграционной службы Светлана Пелина. Общественники задали докладчику несколько вопросов. Координатор ТОС Субсехского сельского округа Наталья Маслова озвучила желания многих сельчан. Ждут, что в Субсехе вновь начнут работать паспортист. Начальник отделения участковых уполномоченных полиции Андрей Светенко рассказал о работе отдела с начала года и о взаимодействии с органами ТОС. Некоторые председатели квартальных комитетов пожаловались на недостаточное сотрудничество со стороны участковых. В ходе оживленной дискуссии было решено провести отдельную встречу участковых и общественников. Это было злободневно. Есть, где хорошо работают участковые, есть, где не очень, есть, где есть пункты. Это все результаты, я так понимаю, рекордов. Ну, сокращение и всего остального. Конечно, людей не хватает на летний сезон, нам преданные силы дают. Но это только летний сезон. Хотелось бы, конечно, чтобы служба работала на руках лично. Старший дознаватель отдела по городу Анапы Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Наталья Морозова доложила, с начала года отделом с целью снижения уровня наркомании проводился комплекс профилактических мероприятий. В результате проведенных операций МАКС совместно с администрацией сельских округов в 2014 году выявили три участка дикорастущей конопли в районе поселка Уташ, старого русла реки Кубань и на территории Перомайского сельского округа. Огнем уничтожено 3605 кустов наркотического растения весом 77 килограмм. Хотелось бы, тем не менее, отметить существенную активную роль в повесе незаконного оборота наркотиков, и даже не медицинское потребление наркотических средств, которые вносят руководители в ноги, то есть общественники города, активисты городоемов города и Советы общественности, сельских округов. Только совместная профилактическая работа, направленная на снижение уровня наркомании, поможет справиться с общей проблемой. В завершении встречи заимоситель главы Олег Костенко поблагодарил общественников за их активную и ответственную работу. В бой пьянству на дорогах 24 октября с 8 до 13 часов на территории обслуживания роты ДПС прошло рейдовое мероприятие. Под условным названием «нетрезвый водитель» инспекторы призвали всех автовладельцев обеспечить безопасность движения на дорогах. Группы по 3-4 инспектора роты ДПС останавливали машины и беседовали с водителями. При этом оценивали их состояние, не доходится ли те в алкогольном опьянении или под действием наркотиков. С начала этого года 557 автовладельцев сели за руль под шофе. Поводом для таких масштабных проверок стал анализ статистики. По вине пьяных водителей в этом году произошло 5 аварий. Два человека погибло, трое получили травмы. В ТПС-напер производится операция «нетрезвый водитель». Вдруг вы не употребляете, вдруг вы не употребляете, вдруг вы будете увидеть такого человека, который будет... Позвоните, пожалуйста, наш телефон, в водном интерьере. Признаки, указывающие на то, что за рулем автомобиля нетрезвый водитель, хорошо известны опытным инспекторам. Даже если выпивший автомобилист старается ехать аккуратно, его все равно выдают характерные особенности вождения. Сотрудники полиции предпринимают дополнительные меры по предупреждению данного вида ДТП. Проводят разъяснительную работу с водителями маршрутного транспорта, такси, работниками частных охранных предприятий, обслуживающим персоналом АЗС, кафе и магазинов, расположенных непосредственно на дорогах или рядом с ними. И призывают к сотрудничеству анапчан. Увидели нарушение, сообщите об этом дежурной части подразделений полиции. Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения – грубое правонарушение, за которое лишают водительских прав от полутора до двух лет. Кроме того, отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования также предусматривает лишение прав на тот же срок. Если нетрезвый водитель не имеет или уже лишен водительских прав и отказывается от прохождения этой процедуры, ему грозит административный арест сроком до 15 суток. Личный состав ДПС убедительно просит всех граждан сообщать в РОТДПС о нарушениях по телефону 3-3002. Информация о нарушителях правил дорожного движения и пьяных водителях может спасти не одну жизнь. День неравнодушия провели в детском центре «Смена». Герои нашего времени – дети и молодежь, проявившие себя в отважных поступках и награжденные нагрудными знаками «Горячее сердце». Некоторым героям 11-12 лет, а на счету у этих детей спасенные жизни. Достойные предков, героев войны. Ребята специальной смены проявили героизм в мирное время и спасли несколько сотен жизней. До начала тематического ток-шоу «Герои нашего времени» рассмотрели оружие героев Великой Отечественной войны. Пулемет «Максим» – самый популярный герой фильмов о войне 600 выстрелов в минуту с дальностью стрельбы до двух километров. Самым интересным экспонатом Алексей Ярышок специалист Кубань-Патриотцентра назвал «Личные вещи солдат». И среди них медальон смерти. Это капсула, в которой солдаты хранили сведения о себе и семье. На веревочке носили на шее. В другом случае, даже сейчас, в некоторых формах нашей советской армии, вот здесь вот делается дополнительный кармашек. И вот здесь вот он носился. И если с останками найдена вот такая вот ложка, и если есть фамилия, это практически возвращение из небытия данного солдата. Потому что этого солдата мы, во-первых, можем похоронить со всеми воинскими религиозными почестями. И в конечном итоге на обелиске напечатать его фамилию элементарно, чтобы существовал такой человек, что он погиб за нашу родину, дал все, что мог, включая жизнь. Спустя несколько часов Алексей дал другой ответ. Одна из девушек спросила, какая здесь вещь самая дорогая? Я сказал, что личные вещи данных военнослужащих. Я сейчас посидел, подумал, и все-таки я, наверное, соврал. Самое дорогое, самое дорогое при работе поисковиков – это останки наших воинов. Этому герою мирного времени 21 год. В ноябре прошлого года Михаил Анфалов спас девочку от нападения маньяка в подъезде пятиэтажки. Открыв дверь, я увидел маленькую девочку в лужи крови, и на ней сидел очень большой мужчина и бил ее кулаком сверху. Ну, я, конечно, сразу же начал действовать. Вспоминая историю прошлого года, Михаил сжимает кулаки. Повторись история, поступил бы так же. Я начал с ним бороться, драться и всему тому подобное. В итоге так получилось. Драться пришлось боксером более двух метров ростом. Силы были явно неравные. Желание спасти девочку ослепило. Горячее сердце 11-летнего Артема Воронина в морозную зиму откликнулось на беду. Спас бабушку, вытащил из колодца. Это были крещенские морозы. Мы шли из школы, но мы не растерялись, побежали сразу к колодцу. Бросили сумки и стали вытаскивать бабушку. Как она говорит, она перед крещением всегда набирает воду. Нахнулась так, стала набирать и потерял сознание. Когда бабушку спасли, первое, о чем подумал Артем… Чтобы она не замерзла, не заболела, ничего с ней не случилось. На форуме перед ток-шоу Артем фотографируется с ветеранами и сотрудниками пожарной охраны – Светланой Красовской, Ириной Максимовой и Анатолием Мавриным. На счету этого горячего сердца более 700 спасенных жизней. В профессиональном кругу его называют копченым. Копченые – это люди, которые имеют право допуска работать в кислородно-изолирующих противогазах. Именно вот в таком дыму создать условия для тех людей, для тех солдат, которые не имеют защитных средств. 26 лет Анатолий жил в Грозном в самое горячее время. Спасал людей в условиях войны. Пережил обстрел снайпера. Тот знал, куда целился. Стрелял по рукам пожарного. После нескольких операций функции правой руки восстановили частично. Сам Анатолий называет руку специальной. Удобно за талию обнимать женщин и приглашать на танец. Он всегда демонстрирует. Я всегда демонстрирую, когда у нас проходят, допустим, встречи. И на танец он приглашает. Он говорит, что это специально. Вот такая у меня. Такое событие встречу с молодыми горячими сердцами пропустить просто не смог. Вот как это маленькое сердечко. Мы профессионалы, мы обучены. Это просто автоматически дети пошли на этот подвиг, можно сказать. Это точно подвиг. Я потрясен, что столько много детей, очень много детей. Вы видели аудиторию, которые награждены этим знаком горячее сердце. Героев нашего времени награждали несколько раз от администрации городов и регионов, от МЧС. Меня много чиновников рождали. Сперва администрация подарила грамоту, коробку конфет и смартфон новый. Еще администрация города тоже подарила грамоту. Потом МЧС России приезжала по Туле. Подарили электронную книгу и благодарность. В Москву еще ездили. Мне вручили за смелость, проявленную при спасении человека медаль. Каждый маленький герой – обладатель высокой награды. Знака отличия – горячее сердце. И случай с непредвиденной или кому-то нужна помощь, каждый поступил бы так же, по совести. Так же бы. Если было бы наладение, помог бы каким-нибудь людям выбраться там, кто в доме, если застрял бы. Добро должно быть в кулаках. Конечно. Ну а куда без этого? Бывает, что люди ведь не понимают. Вглядитесь. Вот такие они герои нашего времени. Достойные памяти предков и поступков старшего поколения. Анапский центр обслуживания населения протягивает руку помощи тем, кто в ней нуждается. Добавляет ярких красок в жизни людей, нуждающихся в помощи. Название центра изменилось. По функции они выполняют все тоже. Самое главное для людей пожилого возраста – это внимание. Иногда требуется просто приехать по-доброму, выслушать и помочь. Это одна из задач социальных работников – поддержать граждан, нуждающихся в психологической или юридической бытовой и медицинской помощи. В центре также помогают многим людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. В деятельность учреждения, в том числе, помимо социально-бытового обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, входит оказание дополнительных платных услуг жителям нашего города. Это и побелка, это и оклеивание обоев, это и стрижка, это и покос травы, это и культивирование земли. Это и обрезка сухих веток, это обрезка виноградников, это и мытье окон, мытье холодильников и много других услуг оказывает наше учреждение. Мало кто знает, но в центре есть еще такая услуга, как приемная семья. Каждый желающий может взять себе на попечение пожилого человека. Суть этой работы сводится к тому, что надееспособные взрослые граждане в возрасте до 60 лет могут взять к себе в семью пожилого человека. Плата ежемесячно за оказание этой услуги – 3000 рублей. Призываем и просим, кто нуждается в оказании такого вида помощи и может взять себе в семью пожилого человека, обращаться в наше учреждение. Помощь людям – ежедневный кропотливый труд. Вот так и работают, стараясь обогреть и защитить самую главную ценность на земле – человеческую жизнь. Победа на краевых соревнованиях для анапских волейболисток стала закономерным результатом. В прошлом году спортсменки были на втором месте. В сентябре этого года они встречались в финале с командой Краснодара и одержали верх. Подробности в сюжете Натальи Змызговой. Кроссовки зашнурованы, защитные наколеньки на месте. После разминки – парная тренировка. Теперь можно играть в полную силу. Анапские волейболистки день за днем идут к единственной цели – стать первыми. В течение двух последних лет занимают только призовые места на соревнованиях разных уровней. Взаимоотношения очень хорошие детей. Пусть они ладят, они дружат, поддерживают друг друга. Занимаются четвертый, пятый год, только шестой. Самый важный старт в их жизни был этой осенью, в конце сентября, финал первенства края. Мы очень долго к этому шли, отыграли очень много соревнований, турниров. Победа на краевых соревнованиях распахнула дверь в сборную Краснодарского края. Семь инопчанок вошли в ее состав. Татьяна Роу, капитан команды, волейболом занимается уже шесть лет. На площадке и зону подскажет, и пас удачно даст. Все в команде как бы дружные. С каждым годом играем все лучше и лучше. Анна Мовчан решила заняться волейболом в третьем классе. Родители предлагали мне разные виды спорта. Баскетбол, ну так как высокая была сразу. Также я ходила на танцы, музыку, рисование. Ну вот как-то везде не очень получалось все. Но решили пойти на волейбол. Сейчас она лучший спортсмен года по волейболу. Анна много тренируется. Друзья чаще видят ее фотографию на доске почета, чем саму Анну. Волейбол для нее не только увлечение и спорт. Работа в команде, прежде всего, много друзей, умение подстраиваться под разный характер и под разных людей, конечно, это дает большой плюс. Впереди первенство России в три этапа. Через две недели анапские звездочки отправятся за новыми медалями. Девчонки рассчитывают на награды. Напоминаем, 30 октября в эфире нашего телеканала. Глава города-курорта Сергей Сергеев ответит на вопросы анапчан в прямом эфире. Начало в 18.30. Предварительные вопросы можно задать по телефону 5-86-57 и прислав письмо на электронную почту. Телефон и адрес на экране. 25 октября в Анапском центре медицинской профилактики в Алексеевке пройдет общегородской День здоровья. На бесплатную консультацию и скрининг-обследование приглашают всех желающих. Прием будут вести терапевты, неврологи, эндокринологи, лор, кардиологов, тальмолог, педиатр, медицинский психолог и социальный педагог. При себе необходимо иметь паспорт и страховой полис. День здоровья пройдет с 9 до 14 часов по адресу Анапа, улица Родниковая, 4Б, Центр медицинской профилактики. И на сегодня-то вся информация. Далее прогноз погоды на выходные. Воскресенье 26 октября в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 4, плюс 6, в ночь на понедельник 0, минус 1. Ветер северо-восточный до 17 метров в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 13 градусов. Далее блок полезной информации от партнеров программы «Итоги недели» производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса». Здесь знают, что будет актуально в новом сезоне. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи и приятных вам выходных. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа – торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. «Випарт» – клуб настоящих моделей.